парни всем привет меня зовут алексей вы на канале про стрелков сегодня у нас будет такая вторая часть скажем так обзора на продукцию от компании short action кастом наверное вы видели такой ознакомительный ролик на нашем канале о ассортименте этой продукции сегодня хотелось бы попрактиковаться поработаем с фулсайз матрицей и возможно успеем поработать еще с посадочной матрицей от сага вот сегодня будем работать матрицей кридмур как я и говорил она такая условно мультикалиберная смена и бушингов мы получаем матрицу 6 кридмур или 6 и 5 кридмур у нас есть некоторое количество гильз с вами значит с чего бы я начал кстати вот в ознакомительном ролике я не показал как работают плечевые компараторы да потому что мы так бегло все с вами посмотрели компаратор плечевой сейчас посмотрим если честно ну сам был приятно удивлен взяли одну гильзу плечи смазали не смазали покрасили маркером вот посмотрели на прилегание сейчас тут с вами сделаем ту же самую процедуру возьмем гильзочку покрасим плечики черным маркером возьмем компаратор шестерка 30 градусов просто таким движением я надеюсь видео передаст практически по всей плоскости маркер ушел у нас то есть это о чем нам говорит это говорит о том что это стоковый продукт это не кастомные какие-то плечевые компараторы до сделанные конкретно под вашу гильзу вот а это стоковый продукт и тем не менее достаточно качественный продукт да то есть вот практически стопроцентное прилегание но это круто у нас здесь куча есть разных компараторов вот разных производителей и синклер и хорнаде и российские компараторы ну там вот чтобы такого эффекта добиться нужно все-таки притирать вот вот такая история так что очень порадовали они в этом смысле давайте сейчас соберем матрицу да мы сейчас извлечем отсюда шток декапера поставим нужный нам мандрел поставим нужный нам бушинг новую к лету соберем сейчас ее под камеру более таким близким ракурсом так парни давайте соберем вот кстати крупным планом хотел показать как вот стерся маркер на плечиках по моему круто значит матрица да как я и показывал матрицу мы разбираем нам нужно в данном случае нам не нужен декапер с этим штоком мы его убираем сторону меняем к лету также я говорил что колеты все разные на сайте производителя вся нумерация колет указана и какая колета каким мандрелом подходит тоже указано мы ставим нужную колету и поставим мандрал 242 в данном случае 242 и 5 вот берем бушинг 268 бушинг закидываем а сорян сейчас возьмем сразу колечки те которых я говорил они прям вот толщиной тысячную ну просто вообще какие-то микроскопические на самом деле секунду и так мы это соберем сейчас с вами одно-два очень тонкие тысячная дюйма 4 штуки поставлю посмотрим как они работают будем убирать по одному по идее ну на одну тысячную мы должны с размера уходить просто закручиваем нашу матрицу и все сейчас установим в прессе и мы установили матрицу предварительно ее настроив чтобы не тратить ваше время обнулили компаратор сейчас промеряем гильзы это гильзы первого цикла я думаю видно бы до 1 487 и приблизительно 487 приблизительно должны быть в одном размере приблизительно сейчас еще промеряем 487 очень приятно кстати вставка компараторная работать 487 в общем 487 ну давайте опустим плечи попробуем опустить на 2000 до 487 485 наша будет целевая цифра 485 сейчас первый раз прожмакаем смажем гильзы кстати кто не пользовался присмотритесь вот такой смазки хорнаде после после империала вот мы заехали на эту смазку это по нашему мнению лучшая сейчас что есть очень жирная очень экономно расходуется смазываем гильзу давайте прожмакаем ширная смазка вытру гильзу ну вот мы немножко пережали я думаю камера передаст 483 мы ищем 485 вот давайте еще одну для чистоты эксперимента ничего страшного там не будет я думаю в этом посмотрим 0 на месте на месте вот тоже самое 483 вот мы сейчас с вами что сделаем мы уберем мы уберем две пластинки по идее по идее мы должны будем выйти в искомый размер я достал вместе с бушингом бушинг назад у нас их 4 я 2 убираю 2 убираю 2 назад закручиваем смазываем 485 то что мы ищем давайте прожмем еще несколько штук в принципе вот эти колечки отрабатывают получается их напомню 4 штуки в комплекте и каждая толщиной одну тысячу вот видно да 485 ну четко давайте еще повторюсь не знаю смазывать ли шейку у зарубежных коллег я видел что кто-то смазывает шейку кто-то вообще четко жмет 485 все вот просто ни туда ни сюда то что мы искали но еще одну чтобы не затягивать это все дело 485 мы еще без камеры жмакнули еще тут наверно с десяток да вот ну вообще жмет хорошо просто вообще никаких вопросов нету 485 ищем тут бывает погрешность там в полтысячной в общем и целом все достаточно достойно давайте сейчас посмотрим вот после фуллсайза после работы мандрелла бушинга какое биение у нас на дульце давайте посмотрим биение надеюсь на камеру будет видно его нет его просто нет я считаю что если вот это как тест то зачет сто процентов зачет кто-то кто-то не заморачивается биением от слова совсем считая его злом таким же как и допустим бароскоп вот но для кого-то это важно мы периодически смотрим но в данном случае у нас нет биение у нас третий знак четвертый знак после запятой бегает эти несчастные полтысячные ну это вообще ни о чем ну то есть все хорошо я не вижу смысла давайте еще одну посмотрим отлично взял другой штанген давайте общий размер дульца 271 и 5 просто на повторяемость 271 и 5 271 и 5 271 и 5 и крайнюю 271 и 5 парни мы что-то в общем все жмакнули так увлеклись и я вам хотел показать один важный момент как матрица обжимает верх верх и низ гильзы но сейчас не с чем сравнить потому что мы все обжали вот то что у нас было там их 20 штучек гильз мы все обжали и больше из этой партии стрелянных гильз нет но обжала очень очень корректно и хорошо достаточно обжала верх верх гильзы обжала на полторы тысячные низ гильзы на тысячную сейчас просто покажу на повторяемость вот такая у меня прибудка есть чтобы удобнее было измерять я думаю будет видно да вот 461 и 5 сейчас смотрим вверх гильзы просто на повторяемость но совершенно точно могу сказать что обжала хорошо 461 и 5 давайте еще одну 461 и 5 и низ гильзы посмотрим также на повторяемость 468 и 5 468 и 5 468 и 5 и так все просто чтобы ваше время не тратить вот я все их промерил идеально ну что друзья вот такой наверное короткий обзор а может быть не очень а вот этому новому продукту для нас он тоже новое компания short action кастом вы все видели сами обжали мы с вами 20 гильз очень хорошая повторяемость вообще вопросов никаких нет хорошо жмет на биение мы с вами проверили как жмет верх низ я вам тоже показал к сожалению на камеру не получилось показать изначальный размер гильзы не от фуса жена и но обжимает очень четко вверх жмет полторы тысячные низ одну тысячную общий размер я вам показал по дульцу тоже там вообще без погрешности даже в полтысячную биение в порядке все хорошо что хотел сказать и на чем сам производитель акцентирует внимание да это на их бушингах здесь мы сделали такую зарисовочку небольшую чтобы вы понимали и для себя визуализировали эту историю вот это классический бушинг до который прямой цилиндр имеет две небольшие фасочки с одной стороны фаска из другой фаска да чтобы но более корректно заходила шейках в бушинг да не сильно травмировалась при этом это классические бушинге практически от всех производителей виден рейдинг вилсон и так далее шорт экшен кастом пошел по другому пути я этого не видел и не читал ни у кого в общем я не знаю первые ли они это сделали но в общем у нас во всяком случае вот такие бушинги первый раз они сделали вот здесь вот в этой части бушинга небольшой конус вот они на сайте можете почитать там даже в углах это все обозначено какой угол здесь ну вот что это нам дает по заявлению самого производителя это дает лучшую концентричность то есть тем самым мы минимизируем биение на дульце и опять же по заявлению производителя снижается риск появления так называемого пресловутого бублика который вроде как есть вроде как его почти никто не видел никогда но повторюсь это вот фишка исключительно бушингов от шорт экшен кастом вот эта конусная часть она у них присутствует на их бушингах то есть плечевых отдых матрицы и также мы вам показывали они делают обычные классические бушинги и заявляют что там тоже есть конус некий благодаря вот этому конусу после фуллсайза опытные релоудеры они знают да то есть у нас видно прям вот как отработал бушинг и на гильзах которые от фуллсайжены саговскими матрицами у них вот небольшой зазорчик вот в этом месте ну понимаете да то есть вот в этом месте бушинг не жмет это нормально это нормально в этом ничего страшного нет но по бушингом я надеюсь понятно объяснил своими словами да то есть конусность обеспечивает более плавные более скажем такой деликатные и менее травмирующий заход шейки гильзы в сам бушинг и соответственно более деликатный обжим вот и концентричный что еще хотел отметить из важного да по поводу по поводу мандрелов саговских мандрелов значит как работает саговский мандрал и сам производитель на этом заостряет внимание мы также тут сделали зарисовки я надеюсь будет понятно вам вот у нас условно говоря обычные мандрел ну в роли которого выступает орех если мы говорим про фуллсайз и по обжим с орехом да вот он у нас бушинг наш схематически зарисован и орех то есть получается когда мы обжали и на противоходе когда гильза уже пошла вниз шейка вышла из бушинга вот и потом она уже обрабатывается скажем так самим орехом до расширяется самим орехом вот у сага они пошли немножко по другой схеме вот так же схематично мы нарисовали бушинг вот и у них сам мандрел он выглядит немножко по-другому да он вытянутые давайте я вам еще раз на видео это покажу как он выглядит вот она его рабочая часть вытянутая такая здесь есть конусы увидите как это работает мы обжали мы обжали начинаем опускать рычаг соответственно поднимать рычаг и опускать гильзу вниз что у нас получается у нас получается из-за того что длина рабочей части мандрела достаточно большая да у нас гильза идет вниз шейка еще остается в самом бушинге зафиксировано в бушинге но одновременно начинает на противоходе заходить в мандрел соответственно понимаете дачу мне говорю у нас две точки фиксации мандрел и бушинг за счет этого мы получаем более такую жесткую конструкцию да у нас отсутствуют какие-либо паразитирующие люфты и так далее да и опять же за счет этого получаем еще большую концентричность еще большую соосность и на выходе более качественно подготовленную гильзу я не знаю надеюсь я понятно объяснил и мы понятно нарисовали то есть еще раз вот здесь у нас шейка вышла из мандрела вот и а дальше все в свободном полете могут быть какие-то паразитирующие люфты и так далее да здесь нет здесь у нас до 2 . 2 точки опоры скажем так сам мандрел и бушинг вот такое интересное решение и производитель на этом решении заостряет большое внимание вот такое знакомство с матрицами фулсайз матрицами от short action кастом новый продукт у нас первое впечатление очень положительные то есть тесты показали что матрицы хорошо жмут все в размерах причем все размеры соблюдаются все корректно все отлично мне очень понравились их компараторы и не сами бодики а вот именно компараторные вставки хорошее прилегание повторюсь там погоняли на на разных гильзах под разные калибры все отлично работает вот не знаю ребят пишите в комментариях свое мнение будем тестировать дальше будем получать отзывы от пользователей данного продукта но на первый взгляд очень интересные матрицы из минусов это ценник они там стоят очень дорого до по меркам обычных матриц каких-то стоковых известных производителей вот матрицы вообще все продукты от short action кастом они по ценнику конечно очень сильно отличаются но на мой взгляд за хорошие вещи за качественные вещи которые прекрасно работают можно и переплатить это мое личное мнение так что друзья вот такой видосик значит следующий раз мы с вами поработаем матрицами short action кастом посадочными у нас есть посадочная резьбовая матрица есть посадочная матрица нажимная вот попробуем записать тоже видео для вас посмотрим как эти продукты работают так что надолго с вами не прощаюсь всем до новых встреч пока